Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «События» в студии Лариса Шалафаст. Все самое важное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. Последствия пандемии, цены на продукты и дистанционное образование. Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов. Самоизоляцию для пенсионеров продлили, но их социальные карты блокировать не будут. В Самарской области обсудили меры по противодействию распространения коронавируса. Змеи вместо кошек и собак. Почему самарцы стали чаще заводить экзотических животных в квартирах? Российские семьи получат к Новому году по 5000 рублей на каждого ребенка до 7 лет. Об этом на пресс-конференции рассказал президент страны Владимир Путин. Вопросы главе государства поступали не только от журналистов. Колл-центр принимал сообщения от всех россиян. Глава государства подробно ответил на все вопросы. За ходом общения следили и наши корреспонденты. Россия вовремя отреагировала на глобальную угрозу. Отсюда и последствия пандемии намного мягче, чем в других странах. Так Владимир Путин охарактеризовал ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Причем это касается как медицины, так и экономических последствий. Падение ВВП в России минимальное среди европейских стран. 3,6% против 9% в Великобритании. Что же касается медицины, то именно российские ученые первыми разработали вакцину, которая сейчас уже применяется для формирования иммунного ответа прежде всего среди добровольцев-медиков. За время прошедшей с весенней вспышки заболеваемости оборудованы сотни антиковидных центров. Существенно повысилась квалификация медицинских работников. На момент, когда пандемия началась, у нас врачей-то, специалистов было совсем ничего. Понимаете, там 8300. А сейчас одних врачей 150 тысяч работает по этому направлению. А в целом медицинских работников было больше полумиллиона, 500, по-моему, 20-530 тысяч. Что произошло? Мы смогли быстро перепрофилировать часть лечебных заведений для борьбы с ковидом и выстроить систему переподготовки медицинского персонала. Вели доплаты для людей, работающих в красных зонах. Сейчас Россия входит в тройку мировых лидеров по проведению тестирования. Все это уже поставило отечественную медицину на новый уровень. А с начала года начинается еще и масштабная модернизация первичного звена здравоохранения, отложенная из-за экстренных противоэпидемических мер. Сейчас важно смягчить удар, который был нанесен по экономике регионов. В частности, правительство принимает меры по стабилизации цен на продовольствие, ведь зачастую их повышение носит спекулятивный характер. Там, где это не связано с объективными обстоятельствами, это не может не вызывать соответствующие острые реакции. За последние шесть лет у нас рекордный урожай. И в этом году он будет 131 миллион тонн, а может быть даже и 134, там побольше может быть будет. Может быть до этого дойдет. А хлеб растет в цене. Макароны в цене растут. Это что такое? С какой стати? Это первое. Второе, сахар. Министр мне что сказал? Для внутреннего потребления достаточно. И в то же время, как это достаточно, если на 75% рост цен произошел? Или по подсолнечному маслу на 17%. Что у нас, семечки нет? Достаточно тоже. Все дело в том, что производители больше стали ориентироваться на мировой рынок, где цены растут. Чтобы не допустить резких скачков, подписывают у соглашений с производителями и торговыми сетями. При этом важно избежать излишнего административного давления, а использовать рыночные механизмы. Президент, каждый раз обращаясь к людям, говорит о том, что их мнение очень важно. Их мнение очень важно для принятия как решений по стратегическому развитию страны, так и по вопросам, которые позволяют обеспечить развитие конкретной территории, конкретного населенного пункта. И все же, несмотря на сложности, в уходящем году удалось многого добиться, благодаря национальным проектам. Кроме того, 2020-й стал для страны переломным. Россияне поддержали конституционную реформу. Изменения, которые на много лет вперед будут определять стабильность и территориальную целостность государства. Олег Зверев, события. 300 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией ежедневно. Общее число заболевших в регионе превысило 27 тысяч человек. В Самарской области продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет до 17 января следующего года. Такое решение приняли на заседание оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Его провел губернатор Дмитрий Азаров. Подробнее о новых мерах безопасности в нашем следующем сюжете. Заболеваемость COVID-19 в Самарской области увеличивается ежесуточно. Рост показателей фиксируют во всех возрастных группах. За неделю на 7% выросло число заболевших коронавирусной инфекцией среди старшего поколения. В связи с этим на заседании областного оперштаба по борьбе с COVID-19 приняли решение продлить самоизоляцию для жителей старше 65 лет до 17 января следующего года. Непростой вопрос с блокировкой транспортных карт пенсионеров решили проработать дополнительно. Хочу здесь все понимать. Мы с одной стороны в постановлении пишем, что люди из 65 плюс возраста могут выходить в магазины. Тут, правда, формулировку я бы поправил для приобретения товаров все-таки первой необходимости, на мой взгляд. Зачастую магазин находится в полтора-два квартала, на расстоянии одной-двух остановок. Как будем решать вопрос? Сегодня в Самарской области проживают более 520 тысяч граждан старше 65 лет. Социальные карты с транспортным приложением имеют более 370 тысяч жителей региона. Ежемесячно активируют социальные карты от 150 до 170 тысяч человек. Из этого числа старше 65 лет активируют карты ежемесячно 75-80 тысяч человек. И с Министерством транспорта отработана возможность, как заблокировать эти карты. И в том случае, если люди уже успели денежные средства положить на карту, есть возможность сохранить их за данными гражданами. Председатели общественных организаций ветеранов и пенсионеров поддержали меру с блокировкой транспортных карт. Но напомнили, что граждане старшего возраста, одни из самых дисциплинированных, они неукоснительно соблюдают правила безопасности и самоизоляцию. Кроме того, им помогают волонтеры. Глава региона Дмитрий Азаров поручил отложить пока блокировку социальных карт. Коллеги, вот у нас есть возможность с вами позвонить каждому ветерану, кто сегодня активирует карточку и находится в этом возрасте, 65+. Сделать в течение недели это возможно. Я бы предложил все-таки, прежде чем принять это решение, очень непростое, и давайте честно говорить, для многих людей просто обидные даже, они просто нас не поймут, да, они скажут, слушайте, мы соблюдаем, может быть, лучше всех, но я теперь остановку не могу проехать до магазина там за молоком. Дмитрий Азаров поручил до пятницы представить решение, основанное на мнениях жителей губернии старше 65 лет, а также призвал объединить усилия волонтеров, министерств, муниципалитетов, общественников, включая старших по домам и советы микрорайонов, чтобы обеспечить пожилым гражданам комфортные условия и поддержку. Возможно, тогда и не придется идти на крайние меры ужесточения режима. Кроме того, горячее питание и продуктовые наборы для медработников, которыми их обеспечивали волонтеры, губернатор рекомендовал сделать обязательной нормой в Самарской области. До 17 января сохранится запрет нахождения несовершеннолетних в торговых центрах без родителей или законных представителей. А вот действующий режим обучения для школьников продлится до 29 декабря, а затем они уйдут на каникулы. Решение об организации обучения в третьей четверти будет принято после каникул с учетом развития эпид-ситуации. Светлана Кудрявцева, События. Школа на пятой просеке готова на 90%. Сейчас в здании завершается внутренняя отделка. По плану все должно быть готово уже к концу года. На строительной площадке побывала наша съемочная группа. Свежая плитка, свежая краска. Скоро по этим коридорам смогут пройтись первые классы дебютного учебного потока. Остались считанные дни до срока сдачи в эксплуатацию. Возведение школы на пятой просеке выполняется в рамках национального проекта образования, инициированного президентом России Владимиром Путиным. Ход строительных работ на месте проинспектировал губернатор Дмитрий Азаров. Здесь, поскольку уже финиш по косметике, в следующей неделе коллеги посылают потратить. Радиаторы греют сантехника в полной исправности. Столовая готова к обедам. А на следующей неделе в актовом зале смонтируют мультимедийную систему и кресло на 330 зрительских мест. Сейчас строители на стадии внутренней отделки. Несмотря на сложности с проектом и особенности рельефа местности, первый четырехэтажный корпус школы готов на 90%. Он вместит в себя 600 учеников. Параллельно запущены процедуры передачи учреждения в систему городского образования. Есть полная уверенность, что до конца этого года все строительные работы будут завершены, здание будет введено в эксплуатацию. Да, впереди еще вопросы лицензирования, оформление прав здесь на это здание. Все эти формальные процедуры еще предстоит пройти. Но все строительные работы будут завершены в текущем году. Школа будет построена, как мы и договаривались. Второй корпус школы на 850 мест застройщик обещает сдать в следующем году. Невзирая на холод и морозы, работа идет полным ходом. Строители работают по 120-150 человек в смену. По согласованию с местными жителями, некоторые виды работ проводят даже ночью. Второй корпус школы, помимо школьных классов, включит в себя несколько групп детского сада, в том числе ясельных. Гульфия Сафина. События. В Самару прибыли шесть вагонов метро после капитального ремонта. Это фактически новый состав. Полный апгрейд вагоны прошли в Санкт-Петербурге. Встречала поезд Мария Левина. Этим вагонам уже стукнуло 30. Еще через 5 лет их нужно было бы списывать. Но решили сделать полный апгрейд. И тем самым продлили срок службы еще на 15 лет. Салоны полностью обновили. Установили новые кресла. Сделали обшивку противопожарным материалом. Предусмотрели места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Остаться незамеченными не получится. В новых вагонах установлена система видеонаблюдения. Между вагонами появились так называемые предохранительные площадки, чтобы предотвратить падение пассажиров на рельсы. Была заменена 100% проводка. Было заменено все оборудование с истекшим сроком службы. Кроме того, внутрисалонное оборудование потерпело тоже ряд изменений. Здесь установлен абсолютно новый салон, включая кресло, обшивку салона. Все соответствующее интерьеру и противопожарным материалом выполнены все работы. В парке Самарского метрополитена 50 вагонов с учетом вновь прибывших. Напомним, что этой весной организация закупила новый состав, который пригнали из Москвы. Поезда на самарских станциях курсируют каждые 10 минут. Время в пути от одного конца города до другого составляет меньше 30 минут. Самарцы называют метро самым удобным транспортом. Быстро ездят хоть. Раз в раз на московскую уезжаю, а там уже на что попало. В новом приятнее, конечно. Ну, раз в три ездят. Удобно. Толкучки едут. Думаю, раз в два, наверное, точно быстрее. Это наиболее, так скажем, быстрый, наиболее экологичный вид транспорта. И, в принципе, людям комфортно им пользоваться в любое время года. Так как зимой там тепло, а летом там прохладно. Ну и, соответственно, скорость сообщения. Новые вагоны метро самарцы смогут оценить уже ближе к наступающему году. Вместе с тем принимаются все меры, чтобы в сложный период пандемии коронавируса обеспечить работу метро в штатном режиме. Чтобы поездки были комфортными и безопасными, дважды в сутки проводится санобработка подвижного состава. И каждые два часа дезинфекция поверхностей на станциях. Для минимизации контактов с персоналом запущена система бескассового обслуживания пассажиров. Мария Леевна, Григорий Плешаков. События. В Самаре продолжается строительство Дворца Спорта. Оно идет с опережением графика. Сейчас завершаются работы по устройству ледовой арены. Выполнен монтаж систем вентиляции и электроснабжения. Когда Дворец Спорта распахнет свои двери для жителей региона, узнала Ольга Павлова. Пусть небольшая, но в этих стенах первая и своя. На месте строительства новой ледовой арены наряжает елку. Она создаст праздничное настроение. В настоящий момент на объекте площадью 28 тысяч квадратных метров завершена работа по возведению каркаса устройству ледовых полей. Выполнен монтаж систем вентиляции, электроснабжения и освещения. На сегодняшний момент мы видим, что работы идут с опережением графика. Здесь, конечно, однозначно сказывается очень серьезная, взвешенная позиция губернатора Самарской области по поводу того, что данный объект необходим гражданскому обществу как возможность реализовать одну из главных конституционных наших прав и свобод. Это право на здоровый образ жизни. Строительство объекта ведется при поддержке федерального проекта «Спорт. Норма жизни» и национального проекта «Демография». В здании дворца уже смонтирована инженерная система отопления и вентиляции. Это позволяет строителям работать в комфортных условиях, а также установлено холодильное оборудование. В перспективе, помимо ледовой арены, здесь появится баскетбольный зал и зал для хореографии. Будет в три раза больше полей, скажем так. Если раньше было одно ледовое поле, сейчас три полноценных ледовых поля. Два поля для занятий фигурным катанием или хоккеем и одно поле для керлинга. Зал для керлинга – уникальный проект для Самарской области. Игра чем-то похожа на боулинг и не требует специальной спортподготовки. С той разницей, что залов для боулинга в городе десятки, а площадка для керлинга в новом дворце спорта станет первой в регионе. Зал для керлинга будет вмещать до 50 зрителей. Тренироваться спортсмены будут на четырех дорожках, которые на данный момент отстраиваются. Аналогов спортплощадки пока нет ни в регионе, ни в городе. Кажется, в 2021 году мы сможем с гордостью сказать, областная столица осваивает олимпийский вид спорта. В связи с пандемией коронавирусной инфекцией на объекте соблюдаются все санитарные нормы и правила действующего режима. Ежедневно проводится санобработка рабочих мест, на площадках имеются дезинфицирующие средства. Необходимая обработка поверхности осуществляется по графику. Сдать объект в эксплуатацию строители планируют к осени 2021 года. Но уже сейчас с уверенностью можно сказать, это как раз тот случай, когда новый друг лучше старых двух. Ольга Павлова, Николай Сидоров, События. Самара продолжает подготовку к Новому году. На площади Куйбышева сотнями огней озарилась главная елка города. Какая программа ждет самарцев на предстоящих новогодних каникулах, узнали наши корреспонденты. Праздник к нам приходит, но не сам. За тысячами ярких огней и красочными елками стоит труд сотен людей. Сергей Назаров один из них. Он мастер по ледяным скульптурам. Вот уже 20 лет мужчина занимается сказкой, как сам называет свою работу. На создание одной, например, вот такой фигуры медведя уходит 15 блоков льда. Их соединяют между собой и выпиливают форму, а потом вручную, легкими штрихами доводят до ума. На эти работы уходит один день. Это что-то такое волшебство, можно сказать. То есть мы из воды, из твердой воды выпиливаем скульптуры. Сейчас вокруг ледяных фигур еще нет ажиотажа. Но еще немного времени, и они разукрасят социальные сети самарцев и гостей города. Массовые новогодние гуляния в этом году отменены из-за эпид-обстановки. Но времени скучать у самарцев точно не будет. Праздник для глаз, а значит и души, обеспечат разноплановые фотолокации. И активный зимний отдых. Горка и два традиционных катка. На площади Куйбышева, равно как и на других городских общественных территориях, будут созданы условия для отдыха и прогулок на свежем воздухе, для занятий физической культурой и спортом. На площади находятся два наших катка. Каток для наших хоккеистов, любителей фигурного катания. Горка, на которой можно будет тоже привести время. И достаточное количество разнообразных тематических локаций. Световые объекты, арт-объекты, посвященные разным темам. Конечно, и новогодним, и наступающим ярким событиям года грядущего. Все, что будет здесь происходить, все условия и порядок организации работы, согласованы с Роспотребнадзором. Одна из новинок этого года уже установлена на площади Куйбышева. Даже две. Смешарики, две большие, светящиеся фигуры любимых мультяшных персонажей встречают гостей на подходе к главной городской елке. Герои не обычные, а интерактивные с помощью специального QR-кода. На экране смартфона появляется знакомый персонаж. Ну, ёлки, иголки! Тысяча огней зажглось и на главной елке региона. Здесь стоит управляемая гирлянда. Пиксель каждой гирлянды, то есть шарик, он управляется отдельно. Здесь около 15 тысяч шариков во всем комплексе. Около 200 блоков питания все это питает. Управляется все удаленно. Можно с любой точки шара земного управлять. А вы откуда управляете? Мы управляем обычно с территории ДДМ. В новогодние каникулы, как и в прошлом году, для самарцев подготовили лазерное шоу. Тем в 2021 году несколько. Одну посвятят юбилею первого полета человека в космос, а вторая коснется 170-летнего юбилея Самарской губернии. К этому новому году подготовлено 6 футажей. 4 просто украшающих елку. И где-то 2. Это тематические футажи. Все старые футажи, которые мы рисовали, они до сих пор актуальны. Они запускаются в зависимости от праздника. Ну, то есть новогодние футажи, они идут в Новый год, перед Новым годом работают. А вот есть рождественский футаж, который работает только на Рождество. И все, я думаю, в 20-х числах все запустится, вы все увидите. Уже сейчас самарцы радуются предстоящим праздникам. Приехал, посмотрел, очень сильно зарядился. В плане того, что тут так все красочное, яркое. И потом посмотрел, как у нас еще тоже сделали. Настроение просто бум, как бахнуло. Прям вообще очень понравилось. Все. Мне нравится. Я каждый год езжу смотреть. Ну, я вообще из Новокомышска. И каждый год я езжу смотреть на, особенно вечернюю, вот эту иллюминацию самарскую. Мне всегда очень нравится. Это очень красиво. И прям поднимает настроение новогоднее. Самара преображается с каждым днем. Специальные тематические фотозоны уже появились во всех уголках города. Мария Левина, Сергей Кизоркин, Константин Головин, Максим Гусев. События. Один из трендов уходящего года – экзотические домашние животные. Все больше людей заводят в квартирах не кошек и собак, а змей. Чем привлекает диковинка, узнала Мария Левина. С сегодняшнего дня я займусь вашим воспитанием. Спокойный и рассудительный. Такой образ автора известного советского мультфильма выбрали для змеи. Пребывающий в прострации удав ничем не опасен, а напротив, интересен зрителю. В корне отличается представление о реальных рептилиях, на которых большинство людей во все времена смотрели с опаской. Обратимся к мифологии. Египетские богини Бастет и Мавдит были изображены как кошачьи божества, защищавшие людей от змей и скорпионов. Считалось, что черные змеи – это символы ведьмы и колдовства. Сегодня и кошачьи, и чешуйчатые предметы суеверий. Сходств между ними гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Экзотика ближе, чем нам кажется. И порой даже в обычном, любимом домашнем питомце можно найти что-то необычное. Вот, например, шипеть кошки научились подражая змеям. Ну, по крайней мере, так поговаривают. Если смотреться в их очаровательные глаза, вот эти вертикальные зрачки, которые вгоняют добычу. И, мне кажется, меня сейчас немножко в транс. А еще они помогают им видеть и передвигаться в темноте. Но эти сходства видят не все. Многие идут навстречу своему страху и хотят обладать реальными хищниками. Это подтверждает повышенный спрос на экзотических животных в последние годы. Достаточно открыть сайт коммерческих предложений, и вам будет из чего выбрать. Если раньше экзотическое животное – это было все, что ни кошка, ни собака, ни аквариумная рыбка, то сейчас, конечно, это не так будет. Сейчас практически все животные, кроме каких-то совсем редких исчезающих, доступны для содержания дома. Просто надо понимать, что некоторых держать не стоит, например, каких-то хищников. В начале этого года в России вступил в силу закон, запрещающий изводить ряд экзотических животных в квартирах. Зверей разделили на 8 пунктов. К ним относятся ядовитые змеи, питоны длиннее 4 метров, крокодилы, каймановые черепахи, скорпионы и ядовитые пауки. Но на безобидных маленьких рептилий правовой акт не распространяется. Александр Корнев уже 5 лет является счастливым обладателем хладнокровных. Началось все с этого очаровательного и очень любопытного питона по кличке Царь. Царь обошелся Александру в 4000 рублей. Нашел он его через интернет. Сегодня экзотика ценится гораздо больше. Расценки поднялись примерно в три раза. В мини-зоопарке Александра 5 змей и маленький ящер. Очень хотелось экзотического зверя. В принципе, меня с детства привлекают такие животные. Они приятны на ощупь. Они какое-то эстетическое удовольствие доставляют. Первый раз, естественно, был страх. Я не знал, насколько большой он приедет ко мне, как он будет выглядеть. Поэтому я вообще думал изначально, что это будет 2-3 метровый змей. Много было комментариев от друзей, типа, он тебя съест, как ты живешь с ним, он тебя ночью съест обязательно. У всех такое было мнение. Но нет, это все мнение ошибочно, поскольку вот он далеко не убегает, не гавкает и не кусает. Питон не только не съел своего хозяина, а оказался вовсе неприхотливым в содержании. Кормить рептилий нужно всего раз в неделю. Для комфортной жизни животным необходимы лишь террариум и обогрев. Экономия не единственная причина, по которой хладнокровных заводят в квартирах. Психологи утверждают, разгадка кроется в детстве. Будучи ребенком, человек привыкает к повышенному вниманию и заботе. Став старше, далеко не каждый может адаптироваться к современным реалиям и понять, а главное принять, что мир не крутится вокруг него одного. В нашей культуре принято, вообще в мировой культуре принято, что внимание это крайне важно. Тенденция подобных переживаний идет из, скажем так, генетической предрасположенности. У нас с самого детства, плюс гены, плюс культурный код, вот этот наш, когда у нас забота о потомстве излишняя, она подразумевает, что внимание, пока оно есть, я живу. И возникает глубокая зависимость от этого самого состояния. Каждый человек выбирает домашнее животное в зависимости от своего характера и образа жизни. Ритм становится быстрее с каждым годом, время на заботу о домашних любимцах найти все сложнее. Этим и можно объяснить возросший спрос на неприхотливых рептилий. Мария Левина, Николай Сидоров, Григорий Плешаков, Николай Епифанов. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Отличного настроения и хороших выходных. До встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры подогнал «Симон»